Привет, вы у нас Аня. Смотрите, вы пришли на сайт к нам. Вы задаёте вопрос нам о том, что вы хотите вернуть бывшего молодого человека. Вы... Значит, мы не знаем, почему вы расстались, из чего вы расстались, что послужило причиной вашего расставания. Этого мы ничего не знаем. Вот. Потому что никакой информации вы нам не предоставили. Но вы хотите, чтобы мы помогли вам в этом. Вы хотите, чтобы мы вам помогли. Вы хотите, чтобы мы вам рассказали, как вернуть бывшего. Вот. Понимаете? А мы психологи, если вы не забыли, обращайтесь в свой раздел психология. Так вот. А мы психологи, мы не гадаем. И за это мы не гадаем, мы не знаем, что именно происходит у вас. Мы не знаем, что именно у вас, ну, как бы, в отношениях произошло. Вот. А вы ничего нам об этом не говорите. Поэтому я предлагаю вам для начала все-таки рассмотреть причины, почему молодой человек, да, ушел от вас. По какой причине он ушел от вас. И, собственно говоря, и для чего он ушел от вас. И дальше потом мы уже можем вам что-то рекомендовать и так далее. Совершенно очевидно, что у него были какие-то причины для того, чтобы уйти. Совершенно очевидно, что у него были какие-то основания для того, чтобы уйти. И совершенно очевидно, что его что-то не устроило, не устроило, не устроило вас. Ну, не устраивало вас. Вот. И мне кажется, что вам нужно сперва именно этот момент для себя уяснить. Мне кажется, что вам в первую очередь нужно именно этот момент для себя выделить. Вот. Почему ушел молодой человек? Из-за чего он ушел? Что послужило причиной его ухода? Да? Вот. Это первое. Второе. Что можете вы сделать для того, чтобы он вернулся? То есть, ну, нужны причины понять, нужно понять его мотивы, да? Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет опять же о чем-то говорить. Вот. Сейчас, на данный момент, говорить о чем-либо нельзя, потому что мы не знаем все эти конфликты. Вот. В любом случае, если мужчина ушел, где он сделал, он это, скорее всего. На эмоциях дайте ему возможность немножечко прийти в себя, дайте ему возможность успокоиться. Вот. И, соответственно, предложите ему взаимодействовать пока что как, к примеру, друзья. То есть, предложите ему просто быть друзьями. Вот. При этом, параллельно, вам и вам нужно работать над причинами, по которым он ушел, вот, чтобы это не повторилось. Как вам, собственно говоря, и сказали мои коллеги. Обратите внимание также на то, для чего вы хотите его вернуть. То есть, почему и для чего вы хотите вернуть своего бывшего. Если вы хотите вернуть его для, например, себя, то это, ну, будет нужно понимать, да, если вы хотите его вернуть для себя, то это, конечно, в некоторой степени чревато. Да, потому что, возвращая молодого человека для себя, вы, ну, в некоторой степени будете игнорировать то, что хочет он. Вот. Но, тем не менее, возвращая молодого человека для себя, обязательно обозначите цену, которую вы готовы будете заплатить за его возвращение. Если вы хотите вернуть молодого человека для себя, ну, потому что вы считаете, например, что ему от этого будет лучше, то в данный момент нужно будет ему показать. То есть, ему нужно будет продемонстрировать это, продемонстрировать то, что он, эм, ему будет лучше. Вот. Ну и, конечно, что-то нужно будет обязательно сделать с тем, что вы расстали, а иначе ситуация повторится. Ну, вот. Вот. А, вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Вот. Твёртвенно очевидно, что если на данный момент человек от вас ушёл, значит, его не устраивает, совершенно очевидно, что на данный момент, а, значит, если, если вы, скажем так, опять будете, будете вместе, даже, если вы опять, даже будете вместе, что, скорее всего, вы расстанетесь, потому что, ну, как бы, проблемы, да, они у вас, как были, так и будут. Вот. Так что, без анализа ваших отношений, без анализа того, почему вы расстались, без анализа ваших психологических портретов, без определения ваших психологических портретов, вот, а, наверное, не получится вам помочь, потому что всё-таки нет материала для работы, нет материала для анализа. Вот. Понимаете, какая история. Вот. Это решаемо, в принципе, это решаемо. Для этого нужна, нужна, как минимум, одна консультация, да, чтобы со всеми разобраться и задать вам необходимый вопрос. Вот. Которые могли бы пролить свет на то, что происходит. Вот. То есть, понимаете, да, нет ощущения, что вы действительно хотите вернуть своего молодого человека, потому что, ну, слишком мало информации у вас для этого. Вот. Либо вы хотите, либо вы не верите в то, что это реально. Вот. Ну, и тогда, собственно говоря, о чём вопрос? Вот. Тогда. В чём тогда вопрос, если вы не даёте информации полную. Вот. Так что, ну, нужно, нужно, я полагаю, делать всё качественно, да, нужно делать всё хорошо, поэтому выберите себе эксперта на нашем ресурсе и, доверьтесь, доверьтесь ему, расскажите ему подробно все, что произошло и, я уверен, что вы сможете выработать стратегию возврата молодого человека, ибо это происходит. Вот. Ну, конечно, конечно же, конечно же, вам нужно готовиться и самостоятельно к переменам, да, потому что если не поменяетесь вы, то, чтобы постараться вновь и вновь. То есть готовьтесь к тому, что вам придётся тоже какие-то шаги предпринять по отношению к себе. Вот. Вот. Но только если вы действительно этого хотите, только если эти изменения будут не ради молодого человека, а ради вас. то есть вот парадокс, парадокс он именно, именно в этом, что для возвращения молодого человека, вашего, вам нужно измениться, да, вам нужны перемены для себя. Да. Вот. Вот. Такой вот, собственно, продукт. Вот. Но если вы готовы работать в этом направлении, да, то я полагаю, что всё более, чем возможно, и... всё более, чем реально. Главное, что бы вы хотели этого. На этом, пожалуй, всё. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ по причине того, что общую информацию я вам дал, именно общую информацию. Вот. А для более детальных, ну, нужно больше материала для анализа. Вот. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.